Джорджо Агамбен. Человек без содержания. Художник. Это человек без содержания, у которого нет другой идентичности, кроме беспрерывного возникновения из ничто выразительности и другой состоятельности, кроме этого непостижимого нахождения по ту сторону себя самого. Джорджо Агамбен исследует место искусства в современном мире и то, как оно развивалось и менялось на протяжении истории. Он спрашивает, есть ли что-то в сущности искусства, что меняется или изменилось? Когда Платон сказал, что изгонит поэзию из своего города, он имел в виду нечто совершенно отличное от того, что поэзия и искусство значат для нас сегодня. Почему мы, как художники и писатели, часто оказываемся под ту сторону искусства от нашей публики? Агамбен утверждает, что в искусстве существует раскол между художником и зрителем, а также между тем, что мы называем гениальностью и вкусом. Этот раскол в искусстве создал самоуничтожающееся ничто – искусство. Агамбен внимательно изучает Канта, Ницше, Гегеля, Хайдегера и других, чтобы выяснить, что такое искусство сегодня и как оно изменилось. Его обсуждение древнегреческих терминов поэсис и праксис – это очень ясное размышление, которое касается значения создания или производства искусства, а также современного термина «работа». Является ли искусство во времена Платона таким же, как сегодня? Должны ли мы оценивать искусство глазами читателя, публики, как Кант? Или мы должны смотреть на него, как Ницше, как на наше оружие против поднимающегося нигилизма? Агамбен начинает с основательного анализа с точки зрения филологии происхождения ключевых терминов. По мнению Агамбена, понятие художественного вкуса и эстетической чувствительности происходит, как и большинство категорий эзелады. Особенно его привлекает дихотомия слова «творение» на греческом. Оно имеет несколько значений. Поэсис, как сам факт сотворения из небытия, и праксис – фактический процесс творения. Этот аспект можно проследить и в нашем производить. Автор считает, что в настоящем мире происходит подмена понятий поэзии на праксис. Греческий поэзис был способом формирования истины, праксис же – воплощение воли и реализация жизни. Подмена понятий привела к тому, что праксис свел человеческую деятельность к категориям труда. После этого следует анализ марксистской теории для прояснения понятия эстетического удовольствия. Указываются на недостатки Маркса по искусственному слиянию различных форм труда – интеллектуальной и ручной. Единственная разница между художественной и нехудожественной деятельностью – в способности искусства создавать что-то радикально новое. Появление музеев, частых коллекций уничтожает искусство, поскольку лишает его основного атрибута – акта творения. Как только акт творения отделяется от живой жизни, оно проводит искусственный водораздел между участниками эпифании, участниками среди ничего-то кардинально нового, и зрителя, который может только созерцать, но не участвовать в действии. Словом, субъект становится объектом. Обособление искусства лишило людей жизненного пространства, в котором только и может существовать живое существо, уверенное в своих действиях и знаниях. Искусство, как нам сказали, принадлежит к области эстетики. Изучать искусство – значит изучать эстетику, поскольку одно является просто названием области другого. Но что, если так было не всегда? Что, если бы произошла эстетизация искусства – долгий, затянувшийся процесс, в ходе которого искусство, когда-то принадлежавшее собой природе, оказывалось втянутым в какую-то собственную сферу, обособленную и автономную, но в результате ставшую бессильной? Такова рассказанная здесь история искусства, в которой искусство, падшее и изгнанное из сада, в котором оно когда-то росло, теперь свидетельствует не что иное, как все проникающие, все поглощающие нигилизм, укоренившиеся повсюду. Если это звучит драматично, то потому что так оно и есть. Но сила Агамбена заключается в том, что он рассказывает эту историю с такой последовательностью и уверенностью, что эта книга читается как детективный роман. Ибо среди элементарных данных, которые выделяет здесь Агамбен, есть ныне установившееся разделение труда, жесткое и нерушимое между художником и зрителем. Художник – гениальное существо, деятельный демиург, создатель произведений и наделенный полной, хотя и изолированной свободой делать то, что он хочет. Зритель – существо вкуса, бескорыстное, пассивное, судья, суждение. «Изысканно это произведение или вульгарно? Но и этот раз кол новый», – пишет Агамбен, ссылаясь, среди прочего, на похвалы не только Микеланджело, но и папе Юлию II, которому, как покровителю бессмертных фресок Микеланджело в Сикстинской капелле, самому приписывают этот дар к человечеству. На самом деле именно Агамбену принадлежит заслуга в том, что он первым осознал ту перемену, в результате которой художник и зритель разделились, написав в своих лекциях по эстетике вновь привитое безразличие художника к своему материалу, сделавшее его ничем иным, как человеком без содержания. Таким образом, большая часть книги Агамбена идет именно по этому пути, открытому Гегелем, прослеживая его последствия вплоть до современной эпохи. Дальнейшим симптомом изоляции искусства от жизни является выхолощивание любого положительного определения самого искусства, определяемое все больше и больше своим отличием от неискусства. В своем пределе искусство становится ничем иным, как тем, чем неискусство не является. Здесь предполагается как дадаизм, так и поп-арт, как кульминация именно этого процесса с рейдимейдами Дюшана, унитаз как искусство, свидетельствующими о становлении искусством неискусства, и сериализованными картинами Супа Уорхола, делающими то же самого с самого начала. Противоположный конец. Становление искусства неискусством, искусство как промышленный продукт. Таким образом, это опустошение художника от всякого содержания, наряду с деградацией искусства до чего-то совершенно неразличимого, есть не что иное, как процесс, по выражению Гегеля, самоуничтожающегося ничто. Вот это убедительная история. Действительно, человек без содержания рассказывает об этом с двух точек зрения. Вторая половина книги подходит к вопросу в строго метафизических терминах, а Агамбен рассматривает весь процесс как затмение поэсиса, примерно возникновение, и для практики, примерно действие. Это, в свою очередь, используется как трамплин для критики целого ряда философских позиций, отнизший до Шеринга и Маркса, каждый из которых подвергается осуждению за концептуальное соучастие в этом нигилирующем процессе. Тен Хайдеггера, а особенно его критика воли. Как окончательное выражение метафизики, висит здесь невероятно тяжело, хотя Агамбен едва ли отдает ему должное в сносках. Все очень сложно и учета. Джорджо Агамбен – один из самых глубоких ныне живущих философов и эссеистов. И это один из его самых ярких текстов. В ней Агамбен поднимает вопрос о статусе произведения искусства в капиталистической культуре. Большая часть его критики опирается на более поздние эссе Хайдеггера об отношениях между технологией и искусством, пытаясь исследовать последствия озабоченности Хайдеггера тем, что искусство, возможно, уже стало постоянным резервом. Тем не менее, эта книга во многом обязана книге Ханны Ариент «Состояние человека», особенно ее прочтению историей политической теории через ее трихотомию труда, работы и действия. Однако на протяжении всей своей книги Агамбен развивает эти идеи в поразительно новых направлениях, всегда ища новые связи между понятиями и доводя их до предела. Он также пишет в достаточно ясном стиле, избегая большой части игры слов современной континентальной философии. Хотя, вероятно, он будет не очень доступен читателям без некоторого понимания современной континентальной философии. В целом, это может быть самым значительным вкладом в философию искусства со времен эстетической теории Адорна. В очень тонком томе Агамбен сжимает всю проблематику западной эстетики. Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, и вы будете получать уведомления о новых видео. Я желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!